В Сватово состоялся финал традиционного фестиваля «Театральная весна». Это один из старейших конкурсов. Он проводится уже в 22-й раз. Участие в нем принимают театральные коллективы воспитанников детских садов и школ района. Какие сюрпризы подготовили для своих зрителей юные сватовские театралы, видели наши корреспонденты. На протяжении всего фестиваля в зале Народного дома «Аншлаг» на сцене бушуют страсти. Участие уже в который раз на «Театральной весне» оригинальную постановку представляет театральный коллектив из «Свистуновки». Сегодня показывают эко-приключения Ивана Скрипача о защите природы. Главная роль у Сергея Павлюка. Жюри отмечает хороший грим и хореографию, а еще воспитательную роль спектакля. Для того, чтобы дети посмотрели, как нужно ставиться к природе, как нужно охранять окруженное средство, и на примере чертов посмотрели, как не нужно ставиться к природе. Вот поэтому эта тема была интересна как для зрителей, так и для выполненных ролей. Не обошлось на фестивале и без традиционной классики. Гоголевские вечера на худоре Близди Каньки представили театралы из села Оборотновка. Отыграли удачно, считают сами актеры. Мы все хорошо спрацювалися, все вместе. Ну, что могу сказать, что мне понравилось на великой сцене выступать. Актеры говорят, ставили пьесу около двух месяцев, выбирали материал под свой характер. Хочется завжди им играть, чтобы публике было весело. Так поважали, что есть такая сцена, трешечки допрацювали, чтобы повеселить публику, чтобы глядачам было интересно и чтобы самим детям было интересно. На классику замахнулись и юные актеры из Нижней Дуванки. Им удалось собрать большой коллектив, пошить костюмы и сыграть нетленную Наталку Полтавку Котляревского. Очень было интересно передавать роль Наталки, потому что это идеал украинской девочки, которую Иван Петрович Котляревский измаливал. Наталка, ты любишь меня? Я за это отложусь. А чем любишь ты меня? Люблю, но сложный пан, богатый, жиновник. Александр Борзилов в театральном коллективе своей школы не новичок. Я уже 9 лет в этом театре. Мне подобается передавать разные эмоции. Каждый год новые герои, новые эмоции. Члены жюри желают юным театралам и режиссерам-постановщикам больше оригинальности и свежей трактовки известных пьес. Есть, конечно, хорошие работы, которые стоит похвалить, отметить. Но и много людей, которые, допустим, идут по пути наименьшего сопротивления. То есть берут старый материал. Согласно оценок жюри, гран-при фестиваля разделили между собой коллективы города. Младшей возрастной категорией лучшими стали актеры восьмой школы. В среднее первенство у гимназии. А в старшей победителем признан коллектив школы номер 6. Гран-при среди дошкольников у детсада «Журавка». Юлия Щербак, Подия.